Никто не застрахован от беды, предугадать ее невозможно, но научиться, как действовать, например, при случившейся из-за землетрясения аварии, можно. Первое, что делают сотрудники котельной, останавливают работу производства. Прекращается подача газа, воды, соответственно, завершается работа котлов. Второй этап – спасение людей. Сегодня спасатели муниципальной службы в очередной раз тренировались, как с помощью лебедки и носилок спускать пострадавшего с достаточно большой высоты. Одна за другой к месту аварии прибывают бригады скорой помощи, потому что условных пострадавших очень много. Конечно, заранее очень сложно рассчитать, как поступать при чрезвычайной ситуации. Для этого и проводятся подобные учения, чтобы до автоматизма отработать действия всех служб. В ликвидации последствий землетрясения, кроме спасателей единой дежурно-диспетчерской службы спасения, принимают участие аварийные бригады и самой котельной, и предприятия «Сочи Теплоэнерго», а также «Сочи Горгаза». И тут важно отработать механизм взаимодействия. Подобные учения проводятся по плану основных мероприятий, утвержденному главой города. Это целый год. Да, проводятся на многих котельных, в школах, детских садах, на производствах, которые есть в городе Сочи. Цель одна – научить людей действовать в случае чрезвычайной ситуации. Ну а если на производстве пожар, необходимо знать, как тушить его правильно, еще до приезда пожарных расчетов. В ход идут и огнетушители, и пожарные рукава. На территории котельной прибывает и специализированная техника. Ранее такие учения уже прошли в ряде социальных объектов курорта, к примеру, в третьей городской больнице. Гелина Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова